Кыргызстан также выступает за расширенные... Ситуация в сфере водных ресурсов, трансграничных рек, сложившаяся в Центральной Азии после распада Союза, когда был разрушен механизм взаимного учета интересов всех среднеазиатских республик, сегодня требует кардинальных изменений. Действующие механизмы управления водными ресурсами уже не отвечают реалиям настоящего времени, не удовлетворяют потребности стран Центральной Азии. В частности, Кыргызстан пока не получает адекватного возмещения от накоплений и сохранения водных ресурсов. Мы выступаем за возобновление и совершенствование сотрудничества в рамках соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов реки Нарын-Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами. Садр Чапаров подчеркнул, что проанализированы причины неудач создания многостороннего механизма по разрешению спорных ситуаций, возникающих между центральноазиатскими странами при использовании водных ресурсов. Именно поэтому стороны решили возобновить работу межведомственной Кыргызско-Таджикской рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с использованием водных ресурсов. И в чем должна заключаться эта работа? То, что касается самой комиссии, она как бы находится на верхнем уровне. Это решение тех более принципиальных, более таких общих вопросов. Далее уже идет распределение непосредственно на создание некоторых подкомиссий. Скажем, подкомиссии по реке Исфара, подкомиссии по реке Хаджаба-Кирган. Это уже будет решать по бассейнам, по этим бассейнам рек. Но в этих бассейнах рек есть расположены, скажем так, населенные пункты, в которых все перемешиваются. Вот создание некоторых малых бассейновых светов, которые принимали в участие непосредственно жители, водопользователи, вот это, в какой-то мере, привело к некоторому решению вопроса. Особое внимание уделено также и исследованию факторов, оказывающих влияние на формирование и реализацию политики стран Центральной Азии в области использования водных ресурсов. Президентам, что раньше у нас было принято решение все-таки признать воду как товар, и за то, что мы их собираем и даем им и для производства электрической энергии, и для полива своих полей, то, мне кажется, в этом плане разговор надо, наверное, было. И это должно быть из двух республик, Таджикистан, Кыргызстан, выйти на переговоры с узбеками и казахами. В рамках встречи лидеры отметили важное и взаимовыгодное использование водных ресурсов трансграничных рек на приграничных территориях и активизация сотрудничества в этом направлении. Улан Касьянов, Нокамиль Асанов, АЛАТО, 24. Подлинного добрососедства. Подлинного добрососедства. Продолжение следует.